Берег Маклая Берег Маклая Берег Маклая Берег Маклая Мы продолжаем исследовать русский атлас и, конечно, не можем обойти вниманием человека с луны, способного поджечь море. Так его нарекли папуасы. Во всем мире он известен как Николай Николаевич Миклуха Маклай, выдающийся ученый, гуманист, который 15 лет посвятил изучению океании и культуры аборигенов Папуа Новая Гвинея. Именно в его время на карте океании появился широкий пласт русских географических наименований. И хоть многие из них уже давно имеют совсем другие официальные названия, на картах Яндекс можно встретить те самые исторические русские топонимы, как берег Маклая, например. Как так получилось и почему историю о русском путешественнике папуасы передают из поколения в поколение, узнаем у потомка легендарного ученого, основателя одноименного фонда, стопроцентного тезки Николая Николаевича Миклуха Маклая. Здравствуйте. Здравствуйте. Никто не верил, что ваш предок совершит такое путешествие, все же он отправился. Почему и что им двигало? Двигало, конечно же, желание действительно исследовать тот остров, который до 1868 года, именно в этот момент он писал о своем принятом решении его посетить, никто из европейцев не изучал. И дело в том, что он обратил внимание на то, что все ученые обращают внимание на животный мир, а на человека практически никто. И вот он первый ученый, который в первую очередь, помимо, разумеется, других научных дисциплин, в которых он мог сделать открытие, он хотел изучать именно людей. А не поверите, в то время Нот и Глиден в 1854 году написали книгу «Типы человечества», где считали, что темнокожие расы не могут быть родственниками белокожих. То есть фактически Микуха Маквай, отправляясь туда, по мнению общества, отправлялся к людям, которые находятся, точнее не к людям даже, а к неким существам, находящимся в промежуточном звене между обезьянами и человеками, которые были очень кровожадными. Поэтому, конечно, все боялись и не думали, что он доберется. — Одним из доказательств того, что это промежуточное звено, считалось, что у них якобы жесткие волосы, растущие пучкообразно. Ну, я не знаю, может быть, на современном русском языке сказать «плешиво растущие». И Микуха Маклай провел исследование. — На примере мальчика. — Да, но с современной точки зрения это нелепость вообще-то такого рода исследования проводить. Понятно, что это люди, понятно, что волосы растут у них точно так же, как у всех других народов. Но для того времени это было важно. Вот он проводит исследование, доказывает, что нет, все нормально, все, как у других людей, и это люди, конечно. — Его талант к изобразительному искусству, точнее, как он помог ему провести научную работу? — Микуха Маклай хорошо рисовал. Ну, способности у человека были. И он зарисовывал то, что считал нужным. Это внешний облик папуасов и жителей океании, потому что это было важно, ему же надо было доказать, что это люди, а не промежуточное звено в эволюции приматов человека. Он рисовал артефакты, которые он собирал. Эти его замечательные рисунки, они доносят до нас аромат этой эпохи и показывают подлинную жизнь коренных жителей, их жилища, их внешний вид, их украшения, их орудия труда, их оружие. Все эти рисунки сохранились, частично они изданы. Вот недавно вышла замечательная монография Людмилы Алексеевны Ивановой, посвященная музеификации коллекции Микуха Маклая, которая находится в Кунсткамере, где тщательно описаны и рисунки, и то, что там есть. И еще одно. Вот есть в Австралии исследовательница русского происхождения Елена Говар, она вместе с одним австралийским ученым побывала на тех островах, где бывал Миклуха Маклай, показывала эти рисунки, и местные жители узнавали. Да, вот у нас эти предметы до сих пор есть, такого же типа, а вот это он хотел изобразить то-то, то-то и то-то. И это очень интересно, вот эта перекличка времен и создание, знаете ли, хорошего имиджа русских ученых, русских вообще и России среди жителей островов Тихого океана. Поэтому надо сказать, что рисунки Миклуха Маклая выполнены очень качественно. Они имеют большое значение и для этнографической науки наших дней, и они имеют значение для возможного возрождения тех связей России с южной частью Тихого океана, какие были у нее установлены во второй половине XIX века. Почему же эти люди назвали его человеком с Луной? Ну, во-первых, они впервые, представляете, увидели человека с белым цветом кожи. А Луна как раз, она совпадала по цвету с его белой кожей. И, кстати говоря, были много разночтений по поводу того, что почему его решили назвать человеком с Луной папуасы. Может быть, потому что он могущественный, может быть, потому что он прилетел с Луной. Дело в том, что его белый цвет кожи подтвердил именно современный потомок папуас Асель Туй, который рассказал, да, действительно, именно потому что цвет кожи совпадал с Луной. Вы знаете, Миклухамакай, безусловно, был человеком, который стал как магическое существо для многих папуасов. Почему? Во-первых, потому что, конечно, он для них открыл первый железо. Для них показал очень многое то, что они раньше не видели. И однажды он сам позвал Туя и представил блюдечко, в которое налил немножечко воды. Дал отпить, а после немножечко спирта и поджег. Папуаса отпрянули и даже не ожидали. Они кинулись к нему и кричали «Маклай, не зажигай море!». Такая ситуация была. И он не развенчал мифы по поводу того, что это действительно просто спирт. Он поддерживал это, потому что это сохраняло ему жизнь, сохраняло безопасность. И я знаю, что уже в следующем путешествии, не на берегу Маклая, у него была конфликтная ситуация с местными, где он как раз-таки примирил участников конфликта, сказав тем, что если не помиритесь, я устрою землетрясение. На самом деле так было? Именно слух о том, что Маклай всемогущий, позволял ему так говорить. И безусловно, Маклай в первую очередь это миротворец, человек, который хотел, чтобы все жили в мире. Бывали случаи, когда, скажем, папуасы убивали европейцев. Дело в том, что на Новой Гвинеи одно время считалось, что там много золота. И австралийские авантюристы туда добирались с аборигенами, с папуасами, обращались совершенно по-зверски. А с точки зрения папуасов все белые одним миром мазаны. Поэтому иногда страдали те белые, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. В частности, миссионеры были убиты. И английская колониальная администрация решила устроить карательную экспедицию. Вот Маклуха Маклай поехал с англичанами, уговорил не сжигать деревни аборигенов. Ограничилось тем, что выдали только двух зачинщиков убийств белых. А мирные жители были спасены. Папуасы это все понимали, они это ценили. Так что вот эта миротворческая миссия Маклуха Маклая, она тоже должна быть поставлена ему в заслугу. И явно не на последнее место. В планах у Маклуха Маклая было строительство русского поселения в Новой Гвинеи. И почему он считал, что это очень важно? Когда начались поползновения европейских держав на колониальный раздел Новой Гвинеи, то Миклуха Маклая решает, что чтобы упредить этот колониальный раздел, чтобы предотвратить его, Россия должна как-то быть вовлечена в колониальную гонку великих держав и может быть даже создать свою сферу колониального влияния в океане. Дело в том, что Миклуха Маклая был человеком 19 века. В те времена колониализм считался неизбежной участью всех отсталых народов. Против колониализма как такового никто не выступал. Речь шла о том, чтобы колонизаторы вели себя разумно. И Миклуха Маклая поначалу выдвигает проект протектората над Новой Гвинеей со стороны России. Почему? Со стороны России, потому что он был русский патриот и, конечно, считал, что должно быть Россией. Потом, когда дело зашло еще дальше, то он предлагает русскому правительству просто создать опорные пункты, а может быть и присоединить берег Маклая. Он считал, что таким образом он охранит аборигенов Новой Гвинеи, папуасов от европейской колонизации. Давайте тогда поговорим теперь о русских топонимах, которые появились во время путешествий Миклуха Маклая. Какие самые необычные? Вы знаете, самый легендарный, я бы сказал, это все-таки берег Маклая, потому что он около 300 километров. А вот необычный – это архипелаг довольных людей. Вы знаете, когда он посетил его, он отметил, что там люди очень в хорошем настроении, и поэтому назвал его архипелагом довольных людей. Но что самое потрясающее, на берегу Маклая и вообще на северо-востоке острова Новой Гвинеи, куда высадился Миклуха Маклая, было открыто за очень короткий срок более десятка топонимов, которые очень долго сохранялись на карте. Хочу напомнить, что фонд имени Миклуха Маклая запустил в соцсетях серию постов с хэштегом «Русские топонимы», которых в океане насчитывается более сотни. С некоторыми из них мы знакомим вас на протяжении всех выпусков. Интересный факт. Только за время, пока корвет Витязь, на котором и прибыл к землям Папуа Новой Гвинеи Миклуха Маклай, стоял на якоре в заливе Астролябия, а его команда отстраивала хижину ученому, на карте северо-восточной части Новой Гвинеи появились десятки новых географических названий, в том числе отражающих именно тех, кто поддерживал экспедицию. Например, великая княжна Елена, в честь которой назвали гору. Лишь несколько женских имен русских топонимов вы сможете найти на карте «Океания». В честь великой княгини Елены Романовой выдающийся рельеф назвал сам Николай Миклуха Маклай. Елена Павловна была основательницей сестринского дела, ратовала за отмену крепостного права и разделяла взгляды великих реформ середины XIX века. Благодаря ей Николай Миклуха Маклай получил финансовую поддержку от меценатов для осуществления грандиозной экспедиции. А какие топонимы времен Николуха Маклая сохранились сегодня? Ведь, как мы знаем, например, тот же берег Маклая сейчас официально называется Рай-Кост, а берег Маклая лишь неофициальное название, но опять же, которое помнит. Все же официально какие топонимы сохранились? Вы знаете, пролив Витязь. Витязь – это корвет, который доставил Николуха Маклая. А вот по поводу Николуха Маклая и берега Маклая я с вами поспорю. Дело в том, что на некоторых картах, в том числе на англоязычных, есть берег Маклая. Вот именно как раз тот вопрос о том, чтобы упорядочить это и сделать так, чтобы это было общеупотребимо – это задача нашего проекта. В 1971 и 1977 годах были совершены две советские экспедиции в Пупуа, Новая Гвинея, в ходе которых появились новые географические названия – русские. Какие? Вы знаете, это Гом Маклай, тропа Маклая. И что самое интересное, Пупуасы дали это название, они это называют. Дело в том, что Николуха Маклай во время первой экспедиции жил в одной части, это ближе к мысу Гарагаси именно там, а в последующем – на Булгаром. И вот, соответственно, вот эти тропы, по которым ходил Маклай, для них практически, для Пупуасов, ну не скажу священной, но очень памятной, они поэтому назвали тропа Маклая или Булгаром Маклай. И вот уже в 21 веке вы провели первую в истории современной России экспедицию в Пупуа, Новая Гвинея. Какие результаты дала эта экспедиция и что вас поразило в первую очередь? Ну, вы знаете, эта экспедиция в 2017, а в последующем мы сделали в 2019 году, она фактически восстановила вот ту линию исследования острова Новая Гвинея и северо-восток острова Новая Гвинея, с которой началась Миклуха Маклая. Нас интересовала, и первая, самая главная задача – это проследить культурную динамику. Вот смотрите, как интересно. Я общался с Даниилом Давидовичем Тумаркиным, руководителем предыдущей советской экспедиции, он сказал о том, что берег Маклая и эта часть света, она уникальна тем, что информация о людях, которые еще даже не знали, что такое железо, можно сказать, каменного века, была зафиксирована ученым. Очень подробно описано. В последующем советские экспедиции очень подробно описали изменения. Сейчас наша задача – посмотреть, что изменилось. То есть мы можем проследить развитие человеческой цивилизации именно на этом уголке планеты от каменного века до сегодняшних дней практически. Вот это вот первое, что интересовало нас. Посмотреть, что изменилось. Меня поразило, помимо тех открытий, которые мы сделали, тот прием, который они нам организовали. Вы знаете, именно этот прием, который я помню, он изменил всю мою жизнь и позволил в дальнейшем организовывать уже экспедиции. Когда мы подходили к берегу, 3000 папуасов собрались вокруг и ждали того, как мы высадимся. Я подходил к берегу, а они в дальнейшем встречали, и встречали, вы знаете, не просто так. Они организовали пантомиму той встречи, идентичной таким образом, той встречи, как встречался Миколуха Маклай с первым папуасом Туи. Они знали и хранили память больше о Маклае, чем у нас в некоторых случаях в России. Привет, Россия! Александр Яковлевич, мы знаем, что жители Попуа Новая Гвинея так впечатлились визитом нашего путешественника Миколуха Маклая, что и до сих пор называют сыновей Маклаями и Николаями. То есть запрос на сохранение истории все же присутствует, и почему это важно? Это очень важно, потому что это может помочь восстановлению тех дружественных отношений с коренными жителями ныне независимого Попуа Новая Гвинея, которые были установлены еще во времена Миколуха Маклая. Нужно же смотреть более широко. Дело в том, что Тихий океан – это территория будущего. Там стремительно растущие экономики, там много молодых государств. И, конечно, Россия должна пользоваться определенным влиянием политическим и, может быть, тем, что теперь принято называть «мягкая сила». Это культурное влияние, спортивное влияние, гуманитарные связи. И вот здесь как раз историческая память имеет особое значение, потому что она позволяет ненавязчиво установить нормальные, дружественные, взаимно симпатизирующие отношения и с государствами, и с населением этих стран. Нужно напоминать, что эти острова были открыты русскими, и что русские дали им немножко другие названия. Может быть, со временем можно будет в скобках писать. Да тоже не самое важное. Самое важное, чтобы жители этого региона помнили, кто открыл эти острова для остального мира. Вот это самое важное. А здесь русский вклад преуменьшить просто невозможно. Почему со временем российские топонимы, исторические, они исчезли с мировых карт? Причин здесь несколько. Во-первых, значительная часть открытий нами же была и засекречена. Потом все это переоткрывали англичане и, конечно, давали свои названия. Во-вторых, связано это было с тем, что когда эти острова попали под власть англичан, французов, немцев поначалу, японцев, то, естественно, что они дали свои названия. А третья причина – это то, что и сами аборигены вполне разумно говорили, что у этих островов были наши названия. И когда их стали использовать, то они и закрепились на картах. Такое произошло не только с русскими топонимами, утрачены многие топонимы, данные исследователями других стран. Остров Витязи Остров Витязи был назван Николаем Миклухом Аклаем в честь корвета «Витязь», который доставил его на Новую Гвинею. Коренные жители же называли это место «Били-Били», что в последующем принял в своих записях русский путешественник. Исконное название сохранилось на картах до наших дней. В 1884 году Германия провозгласила здесь свой протекторат обманным путем. На берег Маклая высадился немецкий путешественник Отто Финш и, вдавая себя за брата Николая Миклуха Маклая, приобрел участок земли, после чего поднял там флаг Германии. То же самое он проделал и на острове Били-Били. Колония Германии просуществовала на берегу Маклая до австралийского протектората. Какие русские топонимы появились уже благодаря вашей экспедиции в Папуановой Гвинеи? Вы знаете, во время второй экспедиции в 2019 году, во-первых, меня приняли в клан, и я стал Тамо Боро, один из старейших. И Ацель Туй, потомок того самого папуаса по имени Туй в пятом поколении, он назвал свою деревню, в которой он жил, деревней Маклая. И мы ее нанесли, занесли в этот газетир русских географических названий, потом и опубликовали в нашем издании коллективной монографии. А насколько это сложная процедура регистрации топонимов? Вы знаете, задача именно нашего проекта «Русские географические названия истории открытия» была в том, чтобы именно собрать именно эти топонимы. А вот дальше это этап регистрации, он немножечко другой. Я вам расскажу, как это действует с точки зрения правил Организации Объединенных Наций, которые непосредственно обязывают указывать те названия, которые будут удобны для общего использования. При этом, если страна не будет этим заниматься, то тогда международная или любая другая организация может взять на себя эту ответственность. В нашем случае мы иногда имеем разночтение. И, например, как мы знаем, на берега Маклая на российских картах нет. А на некоторых других, даже англоязычных, он сохранился, потому что он используется. Так вот, дело в том, что как раз именно инициатива того, чтобы используяемые нами географические названия были нанесены на нашу карту, она может исходить от нас. Поэтому, возможно, в ближайшее время больше появится топонимов. Миклуха Маклай, Крузенштерн. Кажется, эти имена известны каждому. В советское время и вовсе приключения путешественников дети изучали по фильмам. Мы же решили выяснить, что знают о легендарных мореплавателях люди в веке 21-м. Кому этот памятник установлен на Васильевском острове? Ну, как минимум, пират, если у него курсик. Так, моряк или адмирал. Кушкин, наверное. Александр Няскому. Это же на набережной Шакову, что ли? Дети. Он кровосветное путешествие совершил где-то на корабле впервые. Путешествие вокруг света, но я думаю, это был все-таки не Крузенштерн. Кто этот замечательный человек? На Достоевского похож. Похож на Миклуха Маклай, но я не уверена. Это, наверное, этот Миклуха Маклай. Он тоже путешествовал где-то по Индонезии, там в том районе, где-то там. И там его и съели. Я знаю на 100%, что это мореплаватель. Это Миклуха Маклай. Он прожил какое-то время с диким племенем. Это действительно так? Да, я считаю, что это очень круто. Миклуха Маклай. Правильно. Пасами подружился. Написал их жизнь. Показал, что они тоже люди. А не звери, как их представляли там французы. Или голландцы там кто-то там. Показал их человеческую сущность. Такие же люди, как и мы. Если немножко обобщить, то как сейчас обстоят дела с восстановлением русских географических названий на карте мира? Вы знаете, я считаю, что не только важно нанесение само на карту. Важно, когда ты знаешь и используешь его. Наверное, самое важное это просвещение, возможность донести до людей те факты истории, которые не должны искажаться. А уже географические названия, которые мы нанесем, это последний штрих к тому, что люди знают о том названии, которое есть. Даже знаю, что фонд имени Миклуха Маклая создал электронную карту с русскими историческими топонимами, которые доступны на картах Яндекса. Расскажите подробнее об этом проекте. Вы знаете, началось все, безусловно, не просто с нанесения, откуда мы эти взяли топонимы. Дело в том, что мы подготовили 129 русских географических названий совместно с австралийским специалистом, ученой, представляющей австралийский национальный университет Еленой Говер. Я вместе с ней собрал 129 русских географических названий в одном едином газетире. Дело обстояло таким образом, что просто написание этой таблицы, оно никаким образом не популяризует, не вводит в оборот. А вот чтобы больше людей знало, мы перенесли это на Яндекс.Карту. И вы представляете, мы сейчас можем зайти просто, элементарно, на нашем сайте, на сайте фонда имени Миклуха Маклая, нажать и посмотреть о каждом названии и об истории. И это безумно интересно. Я надеюсь, что в последующем можно наносить даже два названия, к примеру, в скобках, то, которое исторически было используемо. И сейчас это доступно, сейчас 129 в океане. И я надеюсь, что это станет хорошей инициативой для того, чтобы сделать атлас, атлас русских географических названий, как и когда-то сделал атлас Крозенштерна, атлас Южных морей. Но мы видим, что ваши мечты уже постепенно осуществляются. Какие у вас следующие планы? Ну, в первую очередь, я должен вам сказать, что меня радует, что это мечта многих людей, работающих со мной. И я понял, что когда мы начали работать с проектом, что я осуществляю и делаю ту работу, которая интересна очень многим людям. Поэтому, безусловно, вот моя, наверное, самая главная цель и планы нашего фонда, и вообще планы ученых, с которыми мы работаем, это сделать атлас, в котором мы можем представить не только географические названия, а возможность узнать об этом, о каждом регионе с подробным описанием, как это делал Крозенштерн, как это сделал Миклух Маклай. Когда мы можем непосредственно благодаря тому, что люди будут знать не только географические объекты или наименования, а именно тот вклад россиян в изучение планеты, тем самым мы сможем наладить и межкультурный диалог, тем самым мы сможем наладить хорошие дружественные связи, показать, насколько Россия. И русские ученые внесли действительно очень серьезный вклад в те даже места на нашей планете, в которых нету России и которые как бы нам даже были неинтересны. Спасибо большое, Николай Николаевич. Будем надеяться, что все ваши планы обязательно осуществятся, а может быть даже и больше для школьников появятся карты с русскими топонимами. Я абсолютно уверен, что мы сможем это осуществить, тем более, что интерес школьников огромный, ведь это же наше название, наша история, наши путешествия. Продолжение следует...